Налоговые преференции для бизнесменов, всеобщее декларирование и упрощение возврата НДС. Какие изменения коснутся казахстанцев в этом году, разъяснил телеканал КазакТВ, экономист Арман Байганов. По его словам, вступившие в силу с 1 января законодательные новшества направлены в первую очередь на улучшение благосостояния жителей страны. К примеру, право использовать свои пенсионные накопления позволит не только улучшить свои жилищные условия, но и произвести оплату лечения. Причем не только для себя, но и для супругов или близких родственников. Такой возможностью, к слову, уже в этом году смогут воспользоваться более 721 тысячи казахстанцев. Кроме этого, с этого года в республике стартовало поэтапное вхождение в систему всеобщего декларирования. По мнению аналитика, такая мера является естественным ходом развития любой перспективной экономики. И потому казахстанцам надо встречать это новшество без каких-либо опасений. В мировой же практике, подчеркивает специалист, декларирование доходов и имущества является эффективным инструментом налогового контроля в борьбе с теневыми доходами. В первую очередь, хотел бы отметить, происходит поэтапное изменение в части декларированного населения. То есть, в первую очередь, было раньше, как мы знаем, государственных служащих, а также сейчас процесс будет идти, декларированный их супругов, родственников и госкомпаний. И, соответственно, в 2023 году декларировано будет повсеместно всего населения. Поэтапно идет. Это важный аспект. Второй момент. Хотелось бы отметить, что изменение – это увеличение минимального расчетного показателя, а также прожиточного минимума. Это очень нужная своевременная мера для поддержания и развития экономики. Стоит отметить, что с этого года месячный расчетный показатель теперь составляет 2917 тенге. Минимальный размер заработной платы остался прежним – 42 500 тенге. До 43 272 тенге увеличился минимальный размер пенсии, а величина прожиточного минимума выросла до 34 302 тенге. Также на 7% с начала этого года повысили и размеры пенсионных выплат.